Лесной пожар с высоты птичьего полета заметили с самолета. Информацию летчик сразу передает в ближайший населенный пункт. Огонь не разгорелся сам, судя по всему, виной тому поджигатель. Чтобы пламя не перекинулось на ближайший лес или населенный пункт, к очагу в изгорание выезжают добровольцы. Такой он сценарий третьего этапа командно-штабных учений МЧС. По сценарию добровольцам пришлось туго. Им срочно нужна подмога. Прибывает второе звено профи, сотрудники пожлеса. Они и в тушении участвуют, и проводят опашку территории. При наступлении совсем уж чрезвычайной ситуации по сценарию учений. На помощь выдвигаются сотрудники МЧС. И тогда, как бы выразились сами огнеборцы, пожар удалось ликвидировать. Третий этап – зачет. Цель нашего подготовки всех этих учений для того, чтобы мы могли в случае загорания или угроз лесных пожаров или ландшафтных пожаров в первые сутки его ликвидировать. В целом в учениях принимало участие порядка 40 единиц техники и более 100 человек лично состава. В списке первоочередных задач еще и отработка взаимодействия между структурами. Пока огнеборцы сражались со стихией, разбойника-поджигателя ловили силовики. Из ближайшего населенного пункта организовывали эвакуацию. А спецслужбы проверяли уровень загрязнения в воздухе. Все это позволяет проверить готовность максимального количества сил и средств региона. На всякий случай. Валерий Седов, Дмитрий Фимов. Телекомпания. Город.